Беквотерс, буквально заводи или запруды, называют главной достопримечательностью самого южного штата Индии Кирала. Протянувшись вдоль всего побережья штата, заводи занимают огромную территорию. Они состоят из пяти больших озер, 38 рек, каналов искусственного и естественного происхождения, общей протяженностью более 900 километров. Благодаря своей поистине фантастической красоте, это место притягивает туристов не только со всей Индии, но и со всего мира. Мы приехали в Кирал на семинар Тани Рудневой по йоге Айнгара, который проходил в замечательном месте на берегу океана под названием Кавалам. Мы интенсивно занимались йогой, проходили аюрведические процедуры в одной из каваламских клиник. Однако, несмотря на весьма плотный график этих оздоровительных мероприятий, несколько раз нашли время для посещения местных достопримечательностей. В один из дней мы решили посетить Беквотус. Девушки вызвали такси и мы отправились в путь. Мы ехали по достаточно чистой по индийским меркам территории, по обеим сторонам от дороги в буйной тропической зелени, утопали вполне добротные, весело раскрашенные дома, пестрые лавки и магазины. Изредка сверкали на солнце стеклами торговые центры. Дополняли эту весьма яркую картину несколько раз встретившиеся нам красивые, украшенные гирляндами цветов сооружения, явно праздничного ритуального назначения. Общее впечатление создавало исполнение плохое. Прежде чем отправиться на лудочную экскурсию по заводям, было решено заехать, как выразились наши спутники, к слоникам. Собственно, слоник оказался всего один. Точнее, это была молодая слониха. Она катала на своей широкой спине туристов за немаленькую сумму денег. Участники нашей группы кормили ее бананами. При этом особо отважные и отчаянные даже катались. После слоников мы поехали к месту начала лодочной экскурсии. Мы сели в дюралевую лодку с тентом от солнца и под негромкое тарахтение мотора тронулись в путь. Первые же сотни метров нашего пути стало понятно, почему это место называют главной достопримечательностью Киролы. Заводи оказались необыкновенно красивыми. Сначала мы оказались в довольно широкой протоке, по берегам которой располагались примерно такие же пристани, как та, от которой отчалили мы. Около пристани толпились экскурсанты, преимущественно индийцы, а вдоль берегов были пришвартованы большие, затейливо декорированные экзотического вида лодки. Позже в интернете я прочитал, что называются они хаусботами, и в них проходят длительные в несколько дней экскурсии по заводям. Через несколько минут мы оказались в большом живописном озере, на берегах которого находилось несколько столь же диковинного вида построек с соломенными черепичными крышами, некоторые из которых были явно заведениями общепита, и как минимум одно из них было плавучим. Помимо этого, к берегу была пришвартована вереница плавно покачивающихся на волнах плотов. На каждом плоту был небольшой соломенный домик, напоминающий жилище поросенка Наф-Нафа. Кто-то из наших сказал, что это плавучая гостиница, еще одна киральская достопримечательность. На одном из берегов находится большая статуя Святой Дивы Марии. У озера вдоль и поперек бороздят различные лодки и боты с моторами и без. Миновав этот оживленный участок заводием, направились к продавцу кокосов, который, очевидно для пущей экзотики, тоже базировался на лодке. С ироким черным лезвием своего мачете он со смачным хрустом срубал верхушку кокоса, вставлял в образовавшееся отверстие коктейльную трубочку и передавал нам. Утолив жажду, мы двинулись вглубь земли. В районе заводей в этот удивительный фантастический мир. На берегах проток и каналов буйно и густо произрастает разнообразная тропическая растительность. Из всего растительного изобилия взгляд изредка выхватывал знакомых представителей тропической флоры, многие из которых растут в наших домах в горшках. В районе заводей обитает удивительно много орлов или неких птиц на них похожи. Эти красивые птицы выписывали в воздухе замысловатые фигуры над небольшими островками. Время от времени они вступали в противоборство с весьма многочисленными здесь воронами. Явных столкновений мы не видели, зато видели, как орлы угрожающе пикировали на деревья, в ветвях которых прятались их черные соперницы, не давая воронам взлететь. Нельзя не упомянуть о замечательной водоплавающей, точнее ныряющей птичке черного цвета. Таких птичек мы встретили несколько, как минимум две из них стояли неподвижно на пнях, красиво расправив черное с перламутровым отливом крылья и вытянув вверх точеные шеи. Приближение лодки ничуть не взволновало пернатых ныряльщиц. Похоже, эти птички уже вполне привыкли к любопытным туристам. Создавалось даже впечатление, что они позируют перед объективами наших камер. Видели мы также и белых цапель, грациозно застывших на одной ноге. Наш лодочник, каждый раз завидев какую-либо из этих птичек, замедлял ход и старался подплыть к ним как можно ближе, чтобы мы имели возможность получше их рассмотреть и сфотографировать. Несколько раз повстречались мы с местными жителями, населяющими это райское место. Те, что постарше, занимались будничной хозяйственной деятельностью. Мальчишки играли в футбол и купались. Мальчишкиuran Субтитры делал DimaTorzok Наш капитан ввел лодку медленно, чтобы мы в полной мере могли насладиться дивной красотой этого замечательного места. Нужно сказать, что жителям мегаполиса, особенно такого как Москва, да еще прибывшего прямо из холодной черно-белой зимы, эта картина приводит в измененное состояние сознания, каковое мы все и пережили. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок